Ольга Федоровна, открывайте, я пришла. Своих подопечных Татьяна Таведова называет взрослые дети. Ее старики зачастую совсем беспомощные, преклонного возраста, одинокие. За 20 лет скромный соцработник своим вниманием и теплом обогрела полсотни бабушек и дедушек в родном поселке. Если даже она где-то задерживается или вот в какой-то день она не может прийти, она обязательно по телефону, вам что-нибудь надо, она обязательно спрашивает, вам что-нибудь надо. Или хлеба, или какая-то другая необходимость продуктов. Она член моей семьи, а у меня семья, я собачка, больше никого нет. В социальной сфере просто работать нельзя, говорит Татьяна. Это одна из тех профессий, где своим делом нужно жить. Уже другой работы себе не представляю, где бы я могла работать в другом месте. У меня и в семье уже все знают, всех моих бабушек подопечных, все мои, как говорится, их проблемы и в семье, и у меня проблемы. Все эти проблемы вся моя семья знает. Татьяна Таведова – это всего лишь один представитель большой кубанской армии соцработников. Помогают старикам, заботятся о брошенных детях, поддерживают семьи, оказавшиеся в трудных ситуациях в крае сегодня 30 тысяч человек. Их слаженную и эффективную работу Александр Ткачев называет «основой стабильности в регионе». Социальная сфера, я уже об этом говорил, всегда была и будет одним из важнейших приоритетов нашей внутренней политики. Люди, их нужды, забота, уровень жизни во многом, здоровье – это, конечно, наш главный инвестиционный проект в современной Кубани. Поэтому самым первым шагом в социальной политике края, конечно, стал бюджет, ориентированный на нужды людей. И хочу привести пример, если в 2004 году на социальную сферу мы тратили каждый шестой рубль, то есть не больше 17% всего консолидированного бюджета края, то сегодня эта цифра уже порядка 70%. Больше 6 тысяч семей в крае сегодня значится в списке, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Это значит, им необходима помощь. Задача социальных работников – не забрать ребенка из таких семей, поместить в реабилитационный центр, а после в детский дом, подчеркивает вице-губернатор Галина Золина. Помочь материально, поддержать морально. В этом году стартует новая программа социальной адаптации. Малоимущие семьи смогут завести подсобное хозяйство, пройти обучение или организовать свое дело, получив единовременную выплату в размере 90 тысяч рублей или ежемесячное пособие в размере 7,5 тысяч рублей. Раньше в органах соцзащиты, даже если человеку положено было по статусу получать государственное пособие, я помню это время, когда говорили, да, вам положено, но, извините, денег в бюджете нет. Сегодня мы впервые с вами фиксируем ту ситуацию, когда деньги в бюджете для поддержки семьи и всех социальных гарантий государства в бюджете Краснодарского края есть и в полном объеме. Спасибо, Александр Николаевич, за такую социальную идеологию. И главное в нашей работе – это не только наловить рыбы и досыто накормить наших страждущих людей, а самое главное – дать удочку, создать условия для того, чтобы эти семьи в своем труде, в своем развитии сами себя содержали. За последние годы кратно увеличились пособия усыновителям и опекунам в регионе. На поддержку приемных семей и детей край ежегодно выделяет больше 2 миллиардов рублей. Из 18 тысяч детей-сирот 17 тысяч воспитываются в семьях. Успешный опыт Кубани в усыновлении, где еще несколько лет назад появились первые в стране, школы приемных родителей теперь используют для создания целой государственной программы семейных детских домов. За пять лет на Кубани закрылись 22 детских дома. Число их воспитанников сократилось в трое. Краснодарский край сегодня лидер по количеству усыновлений, и мы этим гордимся. По многому этому способствовала та материальная поддержка, которую мы оказываем семьям. 300 тысяч единовременно, а при усыновлении ребенка-инвалида 500 тысяч. Вот мне Калина Дмитриевна написала записку, более уточненную. Я хочу ее зачитать. Через месяц в детских домах края останутся 350 детей. Всего лишь. Я хочу поблагодарить всех вас и, конечно, жителей нашей Кубани, жителей нашего края за огромное сердце, душу, за теплоту и отношение к детям-сиротам как к своим. И тем не менее, в Край по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Прозвучала критика в адрес нескольких глав. Деньги Край выделила, а вот построить жилье руководителям на местах помешало, видимо, отсутствие инициативы. Не исполнили свои обязательства перед выпускниками детских домов в Усть-Лобинский район, Довороссийск. В то же время, чтобы купить больше квартир для сирот, власти, например, Краснодара, увеличили объем своего участия в софинансировании. А в Каневском районе через несколько лет обещают полностью ликвидировать очередь. В этом году там получат квартиры 52 бывших воспитанника детского дома. Все жилые дома для сирот располагаются в благоустроенных микрорайонах с налаженными транспортным сообщением, с развитой инфраструктурой, доступными социальными объектами. Рядом детский сад на 240 мест. Через дорогу расположена школа. Об эффективности семейной политики в регионе говорят не сухие цифры отчетов, а количество детских колясок на улицах городов и станиц, переполненные игровые площадки во дворах и те же очереди в детские сады. Еще один красноречивый факт – рождаемость на Кубани впервые за много лет превысила смертность. Но в то же время пока из 1 миллиона 200 тысяч семей только 35 тысяч решились на третьего ребенка. Мы делаем ставку на многодетные семьи, на то, чтобы Кубань снова вернулась традициям рожать трое детей и больше. Для этого в крае вот уже второй год выделяются средства на выплаты семьям ежемесячных пособий, порядка 7 тысяч рублей. И при рождении, вы знаете, третьего ребенка и последующего ребенка, каждая кубанская семья, именно от которой родится третий ребенок, получит 100 тысяч рублей дополнительно к федеральному материнскому капиталу. И мы продолжаем создавать такие комфортные условия, чтобы не боялись рожать, чувствовали уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждый ребенок в нашем крае был окружен заботой, вниманием. Заботой должны быть окружены и одинокие старики. В начале двухтысячных очередь в дома престарелых составляла тысячу человек. Сегодня на Кубани ее нет. Несмотря на то, что больше 5 миллиардов рублей в регионе ежегодно тратится на содержание домов престарелых, социальные службы все больше работают над тем, чтобы устраивать пожилых людей в семье. Таких приемных семей в крае уже 121. Улучшается качество жизни пожилых граждан, детей. Улучшается не только в отношении обслуживаемых граждан, но и в отношении самих работников. То есть повышается, наблюдается стабильный рост заработной платы, повышается престижность профессии социального работника. Общее такое впечатление сейчас это такое огромное желание работать, такое вдохновение, потому что столько новых задач, целей поставлено губернатором, на что не жалеются краевые деньги на все виды социальной помощи семьям, детям, пожилым. Поэтому, конечно, еще более сплачивать свою команду, которая работает в районе отрасли социальной защиты населения и управления, и всех учреждений на то, чтобы еще больше помогать людям. Что же касается людей с ограниченными возможностями, еще одного большого пласта работы всей социальной сферы, то, как было сказано на совещании, доступными для инвалидов, по примеру, Олимпийского Сочи, должны стать все социальные объекты в городах и станицах края.